Спорт во все времена был насыщен смешными эпичными моментами. Предлагаем вам посмотреть подборку видео, в которых вы увидите, что даже самые известные профессионалы своего дела не застрахованы от курьезных случаев. Поехали! Сильным рывком прокинув перед собой мяч, футболисту Мюнхенской Баварии показалось, что мяч уйдет в аут. Но не тут-то было. Мяч будто нарочно остался на поле, а над возникшей неловкой ситуацией еще долго смеялись его одноклубники. Курьезный случай произошел в матче французского чемпионата. Крайне редко на футбольном поле судьба делает такой подарок, когда ты оказываешься с мячом напротив пустых ворот. Казалось бы, что тут трудного? Закатит и мяч, и фанаты лягуют. Но, видимо, у этого парня просто не его день. А вот этому футболисту очень повезло. Вместо того, чтобы выбить мяч из пределов своей штрафной, он неумышленно отправил его в ворота. К счастью, боковой арбитр зафиксировал офсайт. Но я думаю, от нотации тренера в раздевалке его это вряд ли защитит. Иногда судьи ненарочно мешают футболистам на поле. Вот вам лайфхак от Каутиньо, как обыграть рефери и продолжить атаку на ворота соперника. Футбол – это не только пинание мяча 90 минут, но еще и парная акробатика. На церемонии вручения титула чемпиона серии А футболисту ринского Ювентуса Мехди Бенатья хотел пожать руку прекрасным дамам. Но они не ответили взаимностью. Небольшая оговорка. Этот случай произошел за пару лет до появления пандемии коронавируса. Именно из-за этого ситуация становится еще более забавной. Вот еще один лайфхак от Эвера Банеги, как можно игнорировать устрашающие слова вратаря соперников перед ответственным пенальти. Жозе Мауринью. Сразу видно, что фотографии – это не его стихия. Боюсь предположить, какая же там фотка получилась с такого ракурса. Суровые реалии 2020 года. Футбол и пандемия. И Роналду, скучающий по своим болельщикам. Когда не можешь закричаться до футболиста, иди на небольшое тренерское ухищрение. Передай ему записку. Но не забывай, что это довольно рискованно, так как установку на матч может увидеть кто-то из противоположной команды. А на этом видео Криштиану Роналду просто передразнивает репортера. Приятного просмотра. Помните, что я говорил про акробатику в футболе? Записывайтесь на акробатические курсы к Дане Алвесу. Уж Бонта точно мастер этого дела. Но перед выполнением акробатических элементов нужно как следует размяться. Что и делает Неймар с Алвесом. Разминка была настолько занимательна, что к ним решила присоединиться бабочка. Просто посмотрите за их забавной реакцией. После высокого прыжка баскетболист случайно сам залетел в кольцо. Если за попадание мяча дают два очка, интересно сколько судья назначит за такой нестандартный бросок. Репортер выбрал не самое удачное место и время для проведения репортажа. Все и позабыли, что как раз за пару часов до игры автоматическая система полива готовит газон к матчу. И репортаж провел, и душ принял. Как вежливо откосить от предматчевого интервью? Учитесь у Лео Месси. Просто поцеловать репортера и пожелать удачной работы. А что, есть такие, кто мог усомниться в навыках Лео? Очень зря. Казалось бы, довольно сложно закрутить мяч в ворота с такого большого угла. Но для этого парня это сущий пустяк. Даже из самой неловкой ситуации есть выход. Тебе не отбили пятюню? Отбей себе сам. Просто посмотрите, сколько эмоций у Александра Ле Казетта после забитого гола. Как жаль этого парня, ведь гол отменили после просмотра повтора системы ВАР. Но мы же в первую очередь за честный футбол, верно? Напиши в комментарии, какой, по твоему мнению, самый курьезный случай из мира спорта, который не вошел в нашу подборку. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы мы продолжали радовать тебя подборками на самые разные темы. Жми на колокольчик, если не хочешь пропустить наш следующий мега крутой ролик. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok